Это длиннейшая эпопея для вас уже подходит к финалу. Как вы представляли себе результат по работе над дизайн-проектом и его реализации по вашей квартире? Ну, вообще такая, я достаточно давно живу на съемных квартирах, и у меня такая проблема, что ты постоянно не можешь подобрать какую-то квартиру, которая бы соответствовала на 100%. И вот собственный ремонт, он позволял, так сказать, воображение разрывалось от возможности воплотить именно все то, что как бы хотелось, чего не хватало, вот именно и кабинет, чтобы был, и барная стойка, чтобы была, и там ванны такие, какие хочу, там душ, ну, то есть вот делать все вещи. То есть накопленное предпочтение надо было вот бахнуть в одно пространство. Да, и чтобы дизайн был, чтобы сочетание цветов очень важно. Вот заказчика этот весь дизайн. То есть, да, действительно, мы даем там на самом начале анкету, которую заказчик заполняет, и дизайн отталкивается от потребностей заказчика. То есть, если, к примеру, заказчику нравится синий цвет, то мы дизайнеры, в чем, зачем вообще дизайнер? Он должен так этот синий цвет, да, поженить со всеми деталями в интерьере, чтобы он здесь казался уместным, он был характерной чертой конкретно для этого заказчика. Тут такая проблема возникла, что мне вообще нравится минимализм в дизайне, а у нас там всего, сколько, 75 квадратов. И то есть, какое-то такое сочетание, мы как-то так даже называли как-то это. Чистых стилей уже давно не существует, и в наш минимализм мы пустили скандинавский и немного лофтовые элементы, да, в общий минимализм, контемпорарий стиль. Какие сложности для вас выявились в процессе создания интерьера? Ну вот сама структура как бы всего процесса. Сначала рисуется 2D, потом 2D выгоняется в 3D, потом 3D раскрашиваются, натягиваются туда цвета, фактуры. И вот эти три этапа, как бы, для меня они были новостью, что так будет. Мне как-то казалось, это все как-то вот по-другому делается. Но в итоге это вылилось в, сука, в три месяца, по-моему, или четыре разработки. Но это прям были такие потные три месяца, вот, и они были очень продуктивно потрачены. Там огромная работа в этом даже 2D, вроде так все простенько, одна картинка, но за этим стоит куча, ну, проделанной работы. А у меня, как у заказчика, нету понимания, мне кажется, тут что, тут картинку просто нарисовали и все. А там, на самом деле, каждая линия продумана. Ну, мне было непонятно, почему есть. Тут мы трубы можем положить, тут не можем. Здесь есть точки выхода, тут, ну, там, воды, там, еще чего-то. Тут нету, там, ну, какие-то такие нюансы возникают постоянно. И они опираются, там, с одной стороны, там, здесь несущие стены, тут, там, не несущие. Тут мы можем дырку пробить, не можем. То есть, и вот мне как раз не хватало бы, чтобы вы, ну, на начальном том этапе мне не хватило, чтобы вы донесли, чем мы сейчас будем заниматься. Было непонятно, типа, а что тут месяц заниматься? Вы зазвучили там месяц, я такой, ну, ладно, месяц так месяц. Ну, вы просто, ну, у нас тоже действительно часто бывает такое, что мы говорим, ну, будем делать три месяца. А, это так долго. Ну, вы подтверждаете, что это не потерянное время, а наоборот, вот самый сок. Даже были периоды, когда я ждал, там, может быть, там, неделю, две каких-то новых результатов. Но я понимал, что на вашей стороне в это время идет какая-то работа, вы там креативити, отбрасываете такие варианты не очень. Ну, это такой процесс, то есть постоянно ощущалась наполненность процесса. И вот, ну, это классно, что, ну, типа, я реально не представлял, насколько это тяжелый труд сделать вот это вот все, что мы сейчас здесь видим, насколько это тяжелый труд. Я хочу отметить, что не в последнюю очередь, благодаря вашей терпеливости и скрупулезности, получилось так, что мы действительно на 98 реализовали. Если бы у вас было на YouTube-канале это видео, типа, смотрите, давайте рассмотрим, что мы тут делали в дизайн-проекте, вы полистаете, просто потыкайте пальчиком и расскажете, какие решения почему принимались, для меня это было бы весомым аргументом тогда, еще плюс один, плюс пять скорее даже. Для меня это была игра в рулетку, я просто решил довериться слепо и, ну, по своим критериям каким-то. Для меня было очень важно вот эти вот 3D-визуализации, которые мы получили в итоге в дизайн-проекте, мне было очень важно, чтобы они потом вот как есть воплотились. Я очень страдал, когда какие-то мелочи не получались сделать так вот, например, там в душевой, там, по изначальной задумке должен был быть ровный пол, оказалось, что нужно для слива его делать там на 10 сантиметров выше. Это как бы мелочь с одной стороны, но когда это все происходило, для меня это было какое-то прям… Ножом по сердцу, да. Да, оказалось, что, боже, все пропало. Но нет, на практике оказывается, что это не так уж и плохо было. И вот, ну, очень важно доверять дизайнеров. Я вообще понял, насколько это вот… Я бы сам, ну, как бы, у меня были догадки, что я сам не справлюсь с этим, но вот за эти там год я понял, насколько это огромный труд со стороны дизайнеров, и насколько это важно, и насколько там какие-то профессиональные навыки ваши в это все вкладываются, инвестируются. И в результате мы получаем такую красоту. У меня такое ощущение, что я в музее живу. Я знал, что есть такая услуга, в принципе, дизайн квартир. Я видел в своей жизни квартиры, в которых участвовал дизайнер, и в которых не участвовал дизайнер. И ответ был очевидным, что, конечно, должен дизайнер приложить свою руку. И тогда становился уже вопрос именно найти того дизайнера, проекты которого нравятся. Основной мотив, наверное, то, что вот этот раз я такой открытый канал был, он себя как бы показывал, и… Ну, у других они как-то так вот просто выставляли свой фронт работы, вот, смотрите, мы сделали так, а ты как бы не видишь исполнителя самого, ты не понимаешь, как эта структура работает. А так тут показывается человек, который все это делает, и я понимаю, что с ним надо будет налаживать контакт, чтобы ему… То есть я как-то вот в нем увидел, что я смогу ему донести свое видение, и что он сможет это понять, и что мы сможем сработать. Были там, может быть, какие-то затягивания по срокам, там поставки длинные, но это… Потому что мне прораб, когда мы зашли с салта, что там три месяца, все будет готово. Я такой, типа, о, три месяца? На самом деле семь. Семь месяцев оказалось. Не, ну, это, конечно, он немножко, наверное, пошутил, потому что… Я ему поверил. Ну, вообще, от полугода до года дизайнерский проект реализовывается. Я четко понимал, что если я сейчас начну экономить, вылезут какие-то косяки, которые потом я буду на это сходить, смотреть, и типа, о, боже, нет. Типа, оно постоянно, ну, как бы, обращаешь внимание на всякие… Нет, сэкономить можно на всем. Просто если такую цель изначально ставить, сэкономить, да, там можно было там на 30% все сэкономить, но потом бы ты ходил бы и плевался там по мелочи. Это все-таки первая квартира, и вот не хотелось, ну, как-то вот… Такая святая корова, которую вот нужно правильно обложить там кормом, создать для нее условия, чтобы все понравилось. Мы сэкономили, на самом деле, на одной штуке, о которой я жалею. Это кондиционер. Был вариант 3 кондиционера поставить в каждой комнате, поставили только один. Что у нас получилось? Честно говоря, где-то первую неделю, наверное, как я вот уже видел, что вот все шкафы стоят, все готово. Я не мог как-то сформировать такого вот ощущения, ну, типа нравится мне или не нравится, я не мог как-то понять, потому что я там на каждый угол смотрел с точки зрения, там, тут есть косяк или нет, да, вот ты постоянно смотришь на какие-то вещи, ну, и ищешь эти какие-то там недочеты, которые нужно исправить. И вот это вот перестроиться с такого взгляда как бы приемщика на взгляд потребителя, это такой некий процесс, который вот происходит. А мне даже проще, вот мы сделали новоселье, там вот, я видел, насколько людям нравится это все, и вот я как-то через них, это у меня получалось зачерпнуть это состояние, что тебе, блин, это реально классная квартира. Занажированный взгляд. Да, то так получается, вошел в эту роль приемщика, да, и ты постоянно видишь какие-то недочеты, ты не можешь воспринимать это все целиком и получить эту эмоцию, ощущение от всего вот в целости, так сказать. Еще могу дополнить, что вот у меня, как у заказчика, вначале действительно не было такое представление, как будет идти весь процесс. И вот это очень важно было, когда вы сказали, что вот у нас три этапа, первый это 2D, потом 3D, потом раскраска. Потому что вы это так спрячете, типа, ну там, мы это все делаем, все будет классно в итоге. Расскажите конкретно, допустим, вот этот вот короб у нас там на кухне торчит. Колонна, на 2D-чертеже, она казалась, как бельмо, там на глазу такая, торчит штука, а за счет этой вот плиточки такой, как бы, ну, как-то, правильно, шумная, да, она просто теряется, ее даже не видно. Ну, вот это вот пример решения такой проблемы. Потом еще вот с потолком, я помню, была проблема в коридоре, там же трубы, вентиляции лежат. Хотя изначально мебельщики там, по-моему, рисовали как раз просто эту ножку, типа, ну все, ножка, опора есть, все, вопрос решен. Но дизайнеров это не устроило, и правильно, что не устроило. Можем обратить внимание на вот эту вот, на эту композицию линий, вот, как просто картину воспринять, да, и видеть, что здесь строгость линий, параллельность их, там, какое-то взаимное отношение, оно все выглядит, как выстроенная картина. И вот дизайнеры говорят, что это... Любая точка видовая. Любая точка видовая. Вот это именно та точка, на которой мы получаем эстетический экстаз. Пожелания нашим зрителям, нашим потенциальным клиентам, чтобы вот вы, как бывалый... Ну что, довериться дизайнерам, именно наваживать потную работу, еще, кстати, вот это сопровождение, как это правильно называется? Авторское сопровождение. Авторское сопровождение. Это реально очень полезная опция. Потому что, если бы ее не было, всего бы такого классного не получилось бы. Окей, спасибо вам. Пожалуйста.